Тарас Загородний, управляющий партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Тарас, во-первых, посмотрели ли вы все-таки дебаты? Что вы услышали от каждого из кандидатов в контексте Украины? Насколько, по вашему мнению, и Камала Харрис, и Дональд Трамп уделили все-таки в своих ответах место Украине? Ну, я так посмотрел, как бы я большого значения этому не придаю, потому что многое чего говорится, а тут все равно реально что делается в отношении Украины, потому что есть свои риски, как и у Камала Харрис, так и у Трампа в отношении Украины. Но, по крайней мере, можно говорить, что многое в действительности зависит от Украины. Насколько Украина сможет нарастить, в первую очередь, собственную мощь огневую, насколько сможет сама производить вооружение и сама диктовать все-таки повестку дня на поле боя. От этого будет зависеть и помощь со стороны западных стран, и в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Тем более, что главная же проблема остается в том, что Соединенные Штаты Америки, я думаю, что это администрация, пока следует принципу, что в Российской Федерации не должно происходить дестабилизация, она должна оставаться целостной. И тут у нас интересы не совпадают с американскими партнерами. Тарас, давайте и вам, и всем, кто посмотрел так мельком, мы подобрали цитаты обоих кандидатов, и тогда уже предметно обсудим то, что они сказали. Давайте услышим, что ответили кандидаты в президенты США на вопрос, считают ли они, что победа Украины в войне в интересах США. Я считаю, что в интересах США закончить эту войну, просто закончить ее, достигнуть договоренности, потому что мы должны остановить уничтожение человеческих жизней. Дональд Трамп, кандидат в президенты США. Трамп скажет, что война закончится, потому что он просто все сдаст. Я видела с Зеленским за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, поделилась данными разведки по поводу того, как он может защититься, а потом ездила по Европе и объединила 50 стран для поддержки Украины. И благодаря нашей поддержке Украина держится. Будь президентом Трамп, Путин бы уже сидел в Киеве и заглядывался бы на Польшу. Скажите об этом тысячам выходцев из Польши, здесь, в Пенсильвании. Диктаторы съели бы Трампа на обед. Камала Харрис, вице-президент США, кандидат в президенты США. Ну тут надо отметить, что слова Камала Харрис намного более эмоциональные, образные, и вот этот образ, Путин бы сидел в Киеве, да, если бы Трамп возглавлял администрацию. Все, что говорил Трамп, мы уже слышали. Но разница подходов двух кандидатов, в чем принципиально она? Ну, давайте так. Тут, когда вот Камала Харрис говорит, что сидел бы в Киеве, она же упустила момент. Все-таки, когда был президентом Трамп, почему-то Путин не посмел напасть на Украину, и вообще в отношении НАТО не было никаких движений, обратите внимание. Потому что позиция Трампа была достаточно жесткая, несмотря на все разговоры. Я тут не являюсь адвокатом, я факты перечисляю. Например, было снято эмбарго на поставки вооружения в Украине, который наложил кабинет Обама Байдена. Когда россияне в первый раз начали концентрировать войска в Крыму, были посланы два стратегические бомбардировщика, которые летали на территорию Украины, Б-52. Трамп дал приказ ударить по российским войскам в Сирии. Трамп дал приказ ударить по генералу Салима Ни в Иране. И остановил Северный поток. Это было прямо противоположной политике уже непосредственно Байдена. И поэтому, когда уважаемый Камала Харрис говорит, что Путин бы сидел три дня, ну так Путин почему-то не захотел, точнее не смог это сделать, потому что что-то его останавливало в данном случае. Поэтому подходы, ну смотрите, подход все равно как бы есть, когда говорят, ну например, администрация Байдена никогда не говорит о восстановлении территориальной целостности. так как и Украина, так и как не говорит в том числе Трамп. И многое другое. То есть никто не отрицает, что должна быть помощь. Но многие в том числе критикуют эту же администрацию Байдена в том, что нет политической воли и систематически задерживается помощь. Либо она приходит не в такое количество, которое необходимо для освобождения всей территории, либо она приходит поздно, когда россияне успевают адаптироваться. Поэтому в данном случае, как я вам сказал, вопросов есть как тому и тому президенту. Я думаю, что общая канва для Украины должна быть понятна. Заключается в том, что чем сильнее становится Украина, чем больше она будет переносить войну на территории Российской Федерации, тем больше Украине будет помогать, потому что затягивание войны не в интересах Украины. А нынешняя администрация, к сожалению, не делает того, чтобы ускорить победу Украины в этой войне. Тарас, они успели поговорить и на другие внешнеполитические темы. Не так много, правда, аспектов. В частности, говорили об Иране, говорили о ситуации на Ближнем Востоке. Как вы вообще считаете, внешнеполитическая, вот насколько мне известно от друзей-американистов, внешняя политика саму американскую публику мало волнует. У них есть свои вопросы и свои позиции, которые очень важны, как представлены кандидатами. А вот вся эта внешнеполитическая красота, она, по сути, на внешний рынок предназначена. Вот почему такой баланс интересный? Что для всех интересно, что они про мир сказали. Хотя для избирателей интересно, что они говорят про свою страну, естественно. Ну, смотрите, это действительно так, потому что мы смотрим на эти дебаты и на то, что нам хотим искать. Но американцам ближе американская политика, это понятно, потому что они живут в Америке, они являются избирателями и, соответственно, они будут избирать этих политиков. А внешняя политика там, поскольку постольку идет, как канва, и в действительности все стараются обращать внимание, но вы должны понимать, что слова могут остаться словами, если они не подкреплены конкретными действиями, которые соответствуют текущему моменту. И поэтому это пока все, опять же, все виллами по воде писано, потому что неизвестно, какая обстановка будет уже по состоянию, когда будет избираться либо Камала Харрис, либо Дональд Трамп. И, опять же, Украина должна понимать, что ждать, что кто-то за тебя решит вопросы, это неправильная позиция, нужно навязывать свою повестку дня. Она заключается в том, что чем сильнее будет Украина, чем больше инвестиций будет в украинские ВПК, чем больше Украина станет частью даже не инфраструктуры политиков США, а спонсоров политиков. Например, нужно становиться частью технологического уклада предприятий ВПК, в первую очередь, американских. Для этого правительство Украины должно разрешить экспорт нашего вооружения, чтобы входили в кооперацию, и налоги не нужно будет повышать. Они в первый год на 1 миллиард только продадут технологии, вооружений, и на 200 миллиардов выплатят внутри страны налогов. И ставать частью ВПК, как это делает, например, Израиль. Знаете, что у демократической партии очень много вопросов, раскол даже вокруг поддержки Израиля, несмотря на то, что еврейское как раз сообщество является больше демократами. Но поскольку Израиль так влез уже в оборонку Соединенных Штатов Америки, что, может быть, где-то и хотели как-то отойти от поддержки Израиля, но уже не получается, поскольку уже есть конкретная выгода. Поэтому украинцы должны, в первую очередь, сотрудничать со спонсорами политиков американских, и тогда в Украине, в принципе, все равно будет, кто там будет президентом. Тарас, расхваливая собственные успехи во внешней политике, Дональд Трамп процитировал одного политика, вообще в целом он одну цитату за все эти минуты дебатов произнес, он процитировал Виктора Орбана. Очень комплементарно Орбан о нем высказался, о том, что мир пошел крахом после того, как Трамп ушел. Но, тем не менее, вот эта цитата и эта очевидная симпатия, это что такое? На чем они так сошлись оба? Ну, опять же, это разговор на внутреннюю аудиторию Соединенных Штатов Америки, потому что Орбан себя позиционирует... Какая внутренняя аудитория? Что там много венгров? Нет, нет, ну, я сейчас здесь закончу. Речь идет о том, что Орбан же позиционирует себя как крайне правый консерватор. У него же как раз вот его политика совпадает с тем, что говорит Трамп, то есть то, что исповедует Трамп. Да, там против мигрантов, против ЛГБТ-сообществ и многое другое, то, что Орбан активно предлагает, вот как вот такое вот традиционная консервативная Европа. И поэтому это в действительности об этом говорится. Мы должны понимать этот аспект. Традиционные консервативные ценности, поэтому тут Орбан звучит. Да, с точки зрения Украины это звучит как-то непонятно, но с точки зрения Трампа вполне понятно. Но опять же, тоже понимать должны Трампа. Когда он говорит, что с кем-то у него хорошее отношение, это же он их понимает, что он является доминирующим в этих отношениях. Если кто-то что-то скажет не так, то там начинают включаться совершенно другие механизмы. Например, когда он говорит, что он готов разговаривать с Путиным, это же не значит, что он будет слушать, что говорит Путин. Это значит, он об этом неоднократно в интервью, кстати, тоже говорил. Он говорил, что если меня не послушают, то будут совершенно другие методы воздействия предприниматься, в том числе военные. И поэтому, когда он говорит вот эти вот вещи, это уже неоднократно подтверждалось практикой, опять же, по тому же Орбану. Это более глубокие смыслы, глубокие смыслы, связанные с религией, в том числе потому, что Орбан активно себя позиционирует как поборник традиционных ценностей, в том числе религиозной. А вопрос религии для Трампа и республиканцев, ну, это очень важно. Они, кстати, Израиль так больше поддерживают, чем те же демократы, где, как я вам говорил, евреи, в основном еврейское сообщество поддерживает как раз демократов, как ни странно. Тарас, ну и известно о грядущей встрече президентов нашего Зеленского и Байдена. Как думаете, насколько важно это опять вот в этот предвыборный период, в любом случае она состоится, и в конце каденции Байдена, почему так важно, что украинский лидер посетит Вашингтон? Ну, нам нужно продавить все удары по территории Российской Федерации. Украина активно этим занимается, как в публичной плоскости, так и в реализации этого, когда дронами бомбит, демонстрирует свои возможности ударов по территории Российской Федерации, как бы намекая американской стороне, что такая не факт, что она нам и понадобится, но тогда как раз вот ситуация в России пойдет не по непрогранзируемой для Вас сценарию, когда, потому что Украине интересен хаос в России, нам интересна хорошая гражданская война там, а Вам это не очень интересно, но поэтому давайте, быстрее давайте оружие, мы решим этот вопрос быстрее, может быть более безболезненно для Вас, с учетом наших интересов, либо это будет по-другому решаться, то есть мы будем делать ракеты, дроны и долбить по территории России, в первую очередь, ну, например, ту же Москву, организовать там blackout во время морозов, где-то минус 10 градусов, и тогда мы посмотрим, что будет происходить в Москве. Спасибо Вам огромное, Тарас, обязательно увидимся. Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.